Возвращаемся. Приняли решение штурмом стрелять по этому. Есть один скрип, по одному хиту. То есть мы сейчас можем снайперами с пистолетов подрезать. Но этому не обязательно с пистолетов, но вот этот может отойти и стрелить из пистоля. Но чтобы, если мы тарелку не спулили, мы его типа уведем и все будет ок. Мы его не можем нормально... Хотя нет! Мы же его можем сюда увезти. То есть если подойти вот так... Да хрена, что там народу видит. Так, а ты уходишь, соответственно, вот так. Из пистолета мы двух летунов не добиваем. Ошибка. Все. Это провал. Добиваем только одного. Во-первых, тарелка. Не факт, что не спулена. Я поставлю, конечно, снайпа на овервотч. Но тому ничего не мешает по хэвиков долбануть. Еще один. Сокол на овервотче. Триндец. Это минус хэвик вот этот вот. Да, убивает. Критическое состояние. Паника пошла. У нее пистолет, слава богу. О, добить может. Попал. Тарелка. Тарелка летит. Тарелка спулина. Тарелка стреляет. Граната. Все, надо валить. Остальными всеми. И без укрытия. Неправильное решение принял. Надо было сразу валить. Все. Я хочу домой. Все. Надо было сразу валить. Неправильно оценил количество летунов там. Могу я спастись из только одного Дмитрия Михайлова. Но я не выживу сейчас остальными. Валю Дмитрия Михайловна. И заканчиваю ход. Да. Ой-ой-ой. Добили. И Михайлов тоже. Все. А, нет. Сокол встал. Сокол встал. Беги, соколик. А, я продолжить операцию нажал. Прервать операцию, конечно. Да, я не то нажал, не ту кнопку. По привычке левую. Да, и так они были не в зоне эвакуации. Они и так бы потерялись. Да, Дмитрий Михайлов спас сокол. Сокол. Это, конечно, ужасный день. Для всех нас. Сплавы вообще есть у нас? Охренеть, 12. А что у нас есть из пушек? Одна снайперская винтовка, один легкий плазмер, два плазмера. Лазерная винтовка. Живем. Скелетный скафандр, панцирная броня. Это трэш. Прибывают новобранцы. Полсотни леммингов. Да. Надо было сразу валить. 66-30 уволить, раз. Ой, неудобно как. Надо сначала их поименовать. 73-57. Где-то я это видел уже, да? Да. Да. 76-55. Сейчас еще хуже ситуация. 73-64. 77-55. 81-42. 42. О, 83 снайпер, 58. Хороший показателем. Хорошей поддержки. 75-70. 77-60. 80-60. С каждым разом все сложнее и сложнее сейчас будет, потому что запасов нет. 75-70. Сейчас только лазерное оружие. Нет полканов. 80-45. Штурмовик. Нет, не надо такого. 74-45. Тоже снайпер-паникер. 76-60. Снайпер не точный. О, 80-61. Еще один хороший снайпер. Ох, штурмовик 85-40. Такого опасно брать с собой. Да, и на этом закончилось все. Остался у нас только ворон и сокол. На самом деле не так страшно, не так плохо, как могло быть. Здесь, по крайней мере, один снайпер на подстраховку у нас есть. И тяж один есть. С большой силой воли. Черт подери. Может, большие НЛО просто отгонять? Да не в этом дело. Дело опять в том, что я неправильно принял решение. Я думал, что разрулю. А позиция там была очень невыгодная. То есть один появившийся летун, ты не в укрытии, все, минус человек. Так нельзя делать. Малейший риск, улетаешь, все. Гораздо дороже люди, прокаченные, и эквип. Трэш. Сообщение из совета. Конечно, это здорово, но... Везде все в порядке, только в Аргентине немножко напряглись. Средний наблюдатель. Игнорируем контакт. Немножко денег за цель. Да, why not? Там сплавы вроде не нужны, поэтому... В общем, мне нужно несколько штук для новых. Потому что мы потеряли все оборудование из-за... из-за опции. Ну, в общем, ранг D плохой. Много кораблей упустили. Мы рассчитываем на то, что вы сделаете работу... И у нас ежемесячный минус, кстати. А на содержание бойцов... На содержание бойцов интересно, тратится что-то или нет? Что я поувольнял ненужных. Не забывайте, мы видим все. Так, такой штурм мне не нужен. И здесь тоже 85-40 штурм. Реально, переходи на танки. Загляни в финансы, там все пишут. Финансы. Самолеты дороже обошлись. Самолеты. Лифт можно удалить. Лабу можно удалить. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Да, мне нужно сейчас выйти из этого кризиса. Истребители набрал. Снести лабу. Можно электростанцию снести. Школу офицеров можно снести. А бафы не пропадут, если я школу офицеров? На бойцов не тратьте, мать, мать психов. Кстати, да, мы можем сейчас попробовать просто... В новую... В новую армию... Очень серьезных псиоников набрать. Например, вот... Лерой. 84-84. 7777. То есть они псибы долбили. И пушки не нужны. Средний, крупный скаут. Выславим перехватчик. Пропадут экспериментировали, понятно. Ну, этот мы собьем. Надо посмотреть, кто там будет внутри. Раз, два, три, четыре. Сколько человек? Восемь человек, не так много. Мутон-берсерк, блин. Мутон, мутон-гвардеец. Паков мало, но не очень жесткий. У тебя 1400 баксов, это хватит на 20 месяцев. Ты не можешь два месяца подряд жить на отрицательном балансе. Ты проиграешь. Мутон-гвардеец, это бронированный мутон с тяжелым плазмером. Ой, шоколадку, что ли, съесть? Пускай четырех леммингов и двух более-менее прокаченных на них. Там хэвик с двумя ракетами всего. Снайпер только-только вот вышел. Мутон-гвардец, это бронированный мутон с тяжелым плазмером. Лабораторию поменяет и засунул туда со старыми подписями два раза точность. Угу. Ясно. Гранат пришелец в пять урона. Да, подойти бы к ним. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Так, нужно взять псионик тяжелый вот этот вот. Раз, два, три. Получается, тима идет. Раз, два, три. Дальше еще один снайпер нужен. 83, 58, хороший очень. А был, может, лучше? Нет. Снайпер. Мне сплавы нужны, мне нужна эта НЛО, понимаете? Может, действительно тяжи просто, масса ракеты и масса этим. Два сектоида, один мутон, один берс, четыре гвард, четыре пака, скорее всего, так. Два сектоида, видимо, командира. Один мутон, один берс. Странно как-то. Нам нужно как минимум два тяжа, получается, чтобы тащить эту тему. Два тяжа и будет. Штурмовичка нужно качать. Россиянин, наверное, возьму. Бабло и станки строй не успеем. Там сплавы пришельцы еще нужно на них. У меня пушек нет. Ладно, давайте тогда просто полетим. Сейчас разберемся. Убрать, 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 убрать. Так, Сато. Одна панцирная броня у меня есть. Тяжелого лазера нет. Но этот скорее просто метки будет ставить, ДРПГ химики дать. Берем еще одного хэвика. Вот он. Все способности есть. Панцирную броню ему, гранат пришельцев ему. Так, тут вместо оскорочной гранаты, гранат пришельцев. Дальше у нас идет еще один снайпер. Не вижу только я его. А, вот он. Пушки нет. Снайперский прицел дам. Пистолета нет. Какие пушки убогие. Основная проблема будет в гвардейцах. 40 родной защиты. Постоянно. Считая, с фулл кавером бегают. ХЗ как убивать. Тремя тяжами. Получается. Гранатами. Пришельцев. Я бы снайперу сделал винтовочку нормальную. И будем ли мы брать саппорта или штурмовика? Или взять просто еще одного тяжа? Не париться. Штурмовика там пушка, кажется, есть нормальная. Остались. Да, плазмеры остались. Саппорта возьмем. Плазмеры мы дадим. Слабенько. 73,57. Хэвик. Вот, 73,70. Вообще ничего нет. Так, три гранаты пришельцев, трех хэвиков. Снайпер с целью, штурмовик с целью. Сколько-сколько у нас плава пришельцев есть? Смогу ли я купить хотя бы еще одну бронюку стандартную? Да, панцирную броню. Еще одну куплю. Еще раз, командир сектоидов, сектоид, мутон-берсерк, мутон-гвардеец, мутон. Два, один, три. Ну да, непонятно, сколько будет мутонов-гвардеец. Какой трешак. Так, ладно, значит, я штурмовику, наверное, делаю, панцирную броню, одеваю. Они же не каченные шансы попадания фиговы лучше регены и хп. У меня и так третяже получается. Этот каченный. У этой точность очень высокая, 85 получается. Хотя нет, это маленькая точность, это в 90. Гранаты пришельцы, может, сато поставить? Нет, там пушки нет, нормальные. Мне не нравится саппорт. Давайте еще хэвика возьмем. Нет, нет, нет. Саппорт нам нужен просто из-за того, что пушка нормальная у нее. Ну, более-менее. Так, точность будет ниже. Еще одну цель надо прикупить. Да, загнал я себя в такую задницу с этой миссией. У этих хэвиков по одной гранате все. Ну, у этого пси еще есть. Лидератор ряда поставь. А, ну да, это убогий товарищ. Лучше сато, конечно, лидером ставить. Чем сокола паникером. Так, тяжелая-тяжелая. Так, ракета, ракета, граната, 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 ракета, ракета. Или две ракеты? Нет, ракета, ракета. Снайпер, да. Цель, цель. Поехали. Если бы я вот лидера поставил в прошлом миссии нормального, то, возможно, не было такой дикой паники. Садимся. У тебя есть саппорт 8484. Ха-ха, прикольно. Поздно. Можно вернуться еще на базу, но... Два гвард, два командира. Берс, два сектоида, мутон. Теперь отправляемся в Аргентину. Похоже, пришельцы решили ударить туда. Пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе. Сволочи. Приземляемся. Штаб, ответьте. Рейнджер достиг внешнего контура. Приближаюсь к точке. Штурмовой отряд ждет приказаний. Подтверждаю, рейнджер. Штурм-1. На месте крушения ведите огонь по готовности. Смотрите, какая классная точка здесь для снайпера, если успеем добежать. Постараюсь сейчас... вообще сейвово сыграть. Просто первым ходом отступаем. Только для того, чтобы выиграть позицию для одного человека. Ну и прислушаемся заодно. Кричат мутоны. Ой. Блин. Охрененно я... Что за рандом? Трындец. Четыре мимо-мимо. Я не в укрытиях. Бронированные мутоны. О, это ближе подошел. Это плохо вообще всем. Называется сейвово сыграл, да? Угу. Что, валим? Валим. Я не буду допускать такую же ошибку, как раньше. Элериум? Нафиг нужно. О, надо его пси так, хоп. Жыыы. Чтоб качнулся. Да, пострелять напоследок. Самое оно. Не сдох. Граната на тебя. Так. Убьем одного Матона. Улетаем, пацаны. Улетаем. До свидания. Все отменяется. Повторяю, операция отменяется. Я представил просто, как это в реале выглядит. Такая десант высаживается. Хоп, шесть человек. И на первом же ходу откидываясь всем, чем только можно. Не, никто не это самое, не, ничего. Так, стоп, подождите. У нас там в ПСИ был товарищ. Шибко-плотный. Вот, да, уберем бойца, добавим кого-нибудь другого. Так, где поддержка, которую я... Где же моя поддержка-то? Не 84, а которая другая. Вот оно. Нет. Нет. Слушайте, так много народу непонятного. Вот. Только надо было ее раздеть. Рядовой Будзей. Ее зовут. Надо поубивать остальных, поувольнять. На 50 человек нанял. 50. Чтобы получить сносных бойцов. Долго их увольнять. Ну, придется, конечно. Придется. У тебя минус в этом месяце будет. Я, наверное, эти перехватчики минусну сейчас парочку. Чтоб баланс был положительный. Ваня Гусев. Ваня Гусев, прощай. Слабые игроки. Прям как я. Снайпер 69. Но там у него воля 40, поэтому. Он и вышел из игры. У этого тоже воля, видите, какая. 42. Сергей Павлов. Евгений Петит. Скотти Дональдсон. Так. Ну. Проблема в том, что чем дальше, тем... Ну, постоянно вот такие темы будут с мутонами, бронированными. И... Разве что на миссиях Совета можно как-то там... отыгрываться, учитывая то, что там... Thing-мены. Саппорт, но... Жалко, конечно, такого саппорта, но... Придется 38 воли и уволить его. Так. 70. Ладно, изменим. Там 61, 70, да? Что-то там вроде, или наоборот. 66, 71. Лучше. Короче, мне нужна какая-то... Какая-то, какая-то миссия простая, хотя бы, чтобы получить базовые звания. Так же, в общем, как и было до этого. Возможно, со временем психи мне помогут. Поэтому я как раз, товарищи, с более-менее сносной волей... Штурмовик какой хороший. 83, 83, это кто? А, 40. Это не те. Это старые. Неправильные. 75. Нет, это уволить. 76. О, неплохо. 76, 58, кажется. Странный, как ты раньше называл. 76, 58. Штурмовик 85, 35. Увольняем. Такие, в первую очередь, тебя сдадут. Так, и вроде добиваем уже. Не стоит. Не стоит. Штурмовик London Hut 77, 32. Не стоит. Код Джима на оке 40, 60. Вообще ни о чём. 67, 52. Тоже не это самое. Флорес в 40. Волим. 65, 67. Ладно. Давайте её оставим. 65. 65, 67. Просто я хочу избавиться от тех, кто совсем не в кассу по характеристикам. Типа снайпера с меткостью 59. Да, или с воли 34 бойца. И начать потихонечку их обучать пси. Попытаться сколотить более-менее сносную группу. Каждую неделю... Ну, вообще, психами хорошо было бы натренированными ходить. Учитывая то, что у меня нет... Нет эквипа вообще никакого. Ладно, 80, 45. 45 фигово, конечно, для штурма. На пассивку можно понадеяться. Ну, точнее, в школе офицеров на баф. Оливер Хилл. 33 вообще никак. Борис Павлов. 70, 44. Ладно. Там уже не так много осталось, поэтому оставим. Так, снизу все. О, да тут осталось-то немного. Чак Орг. Так, нет, это... 40, 70. Поддержка тоже нет, не стоит. Пол Волкер. Снайпер 62, 71. Нет, для снайперов маловато. Все. Все. Теперь мы... Закидываем в пси. Еще одного товарища с... Он нам не нужен. Давай снизу просто. Все равно... Все равно. Ой, тихо-тихо, я же не сдал воронов-то. Ёпресс, это... Ангар. Список кораблей. Списать самолет. Сейчас давайте посмотрим, что у нас там в финансах XCOM. Баланс минус 51. Лифт. Модуль спутниковый. Электростанцию. Одну можно убрать. И, наверное, самолет посписывать. Еще один 52. 32. Что можно снести? Электростанцию можно снести? Да. Минус 21. Что там еще? Модуль, изолятор, изолятор. Изолятор потом пригодится. Термогенератор, пси-лаборатория. Гиперволновой. Модуль спутниковый. Почему четыре модуля? Стоп. Я же могу модуль снести. У меня же модули спутники я не запустил полностью. А, я могу спутник запустить в Австралии. Тогда у меня будет небольшой бонус. Инженер месяц. Ерунда. Ну, погасит это. Крест КЗ. Если у меня дважды в месяц будет отрицательный баланс, то я проиграю автоматически. Лифт снеси лифт. Почему-то не сносится. Ладно, списываем корабль. Еще один третий. Что по балансам. Минус один бакс. Ох. Спутник же, почему нет? Ну, туда могут... Там какой-то скрип может сработать, насколько я помню. Хотя паники все равно нет. Да, давайте запустим спутник. Спутник запущен. Покрыли все. О, фрагменты оружия за 20 за суточку. Окей. Средний наблюдатель. Игнорируем. Пси-тестирование. Давайте еще одного кого-нибудь. Нет. Двое без дара. Закидываем еще парочку. Так, стоп. Надо 84-84 проверить. Мне кажется, это баговые 84-84. Которые на самом деле не 84-84. Да, 84-43. 84-43. Так, хорошо. Пси-лаборатория. 7-7-7-7 тоже не тот. Штурмовика Сонга. 64. И тяжа 71. Поехали. Спутник на орбиту вышел. Пси-тестирование. О, тот же самый. Пропускаем. Нет дара. У Фиджу. Еще пси-лабораторию закидываем. Адовагену Сокола. Вайнот. Если миссии не будет. 4 плазмера за 2600. У меня только один, и я никак не сделаю. Если только не будет аллериума. Террор. Возможно, последняя миссия на сегодня. Сейчас надо очень внимательно подойти к тому, что у нас есть. Взять с пси-лаборатории, безусловно, Сокола. Что у нас по сплавам? Один аллериум и четыре сплавов. Так, три хэвика, гранаты пришельцев. Штурмовик. Цель поддержки. Ну вот что, я эту команду готовил. Тут не будет аллериума, тут будет просто много экспы и много проблем. Но эту миссию нельзя пропускать, в отличие от прошлой. Потому что если я уйду, то страна выключится автоматически из коалиции. А учитывая то, что у меня сейчас 7 из 8, это ГГ. Штурмовик с целью, снайпер с целью, саппорт с целью. Легкий плазмер. Стой, погоди, у нас даже нет брони нормальной. Нет, погоди, погоди. Вдруг у кого-то там завалялось, у кого-нибудь лемминга. Сейчас проверим. Броня, броня. А там только лемминги остались. Тяжелую пехоту с пси, да? А зачем я так смотрю? Я же могу посмотреть. Здесь. Четыре панцирных брони, четыре. У снайпа надо забрать панцирную. Лазерная винтовка не нужна, веерная тоже не нужна, снайперская. И так, о, два плазмера, легкий плазмер. Два плазмера, легкий плазмер. Окей. Почему-то у двух брони нет. А, нет, ну правильно, там четыре всего же. Все верно. Короче, смотрите, у нас три тяжа. Один из них более-менее сносный, Сато. Но он такой, вы помните его. Один тяж у нас... Псих. Вот он. С гранатой и тупоумием на пять хитов. Штурм, соответственно, с плазмером. В броньке. Сокол с целью. 90 точность. Три гранаты пришельцев, что хорошо. Может, действительно заменить саппорт, не играешь на каком-нибудь тяже. Чтоб тупо ракета была и граната еще. Граната обычная, не пришельцев. Нет, так нормально. Блин, что ж там будет? Если летуны бронированные, то это трындец, конечно, опять. Зависит еще от карты, но никак нельзя улетать. Садимся. Какая эпичная... О, танки! Похоже, пришельцы решили ударить туда. Пришельцы атаковали... Здесь хорошая карта для тяжей вообще. Для ракет. В принципе, очень хорошая. Да, это она. Танки взрывать можно. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, приступайте к выполнению. Снайперы хорошо бы завести вот сюда. Чтоб лайн был. Хэви тут не в кассу, напротив. Тут хэви очень в кассу. Потому что тут три танка, которые взрываются после выстрелов. И высокая плотность противников именно вот здесь. Так. Как мы будем действовать? Нам нужно расставить их. Хэви-ка полностью подводим. Раз. Хэви-ка полностью подводим. Дваз. Трис. Ты сюда, но не пулюшь. Ты сюда, но не выходишь. Давай лучше вот так вот. Остался саппорт. Триндец это сектопод. А у меня хэвик без бонусом. С богом. Летуны. Мутоны. Первые жертвы. Я диска не слышал на самом деле. Это такой неплохой сигнал пока что. Так, сейчас снайпера выведу сюда. Хорошо. Все, еще один ход. Я не хочу вылезать вообще. Каждый ход очень важный. Я понимаю, что здесь мирных нужно спасать, но летун прям по курсу. Тихо. Слышали что-нибудь? Ближе всего летуны. Снова летун. Убивает уже у танка. Уже у танка убивают. Ладно, поехали. Раз. Дваз. Трис. Блин, я снайперу пистолет не переставил. Папа-папак. Первый Кристалидов. Как он вообще здесь появился? Overwatch пошли. Для разогрева они хороши, конечно. Все мажут. Спылились. Еще Сокол стреляет. Три Overwatch. Шесть хитов. Один-один. Все попали. Красавцы. Так, один с одним хитом отбежал. Этот прямо у нас. Слева шум. Так, хорошо. Значит, начинаем методично убивать. Снайпер на Overwatch в первую очередь. Начинаем убивать вот так вот с фланга. С максимальной точностью. Два хита снял. При том, что это плазмер, блин. Сто процентов. Давай, убей. Есть. Я в первую очередь правыми, чтобы центральные могли... Ага, центральные видят, снайперы видят. Снайперы, конечно, лучше на Overwatch. Он там за укрытием сидит. 65. Нет, без укрытия. Стрельнуть хэвиком. Да, давай этим хэвиком. 71. Поехал. Ерунда. Не получилось. Давай, тобой 67. Есть. Фух, там еще один, да? Но один мы, соответственно, ждем его на Overwatch. Мутоны. Жертвы еще. Еще жертвы. Справа. Ой, что это за звук? Слышали что-нибудь? Подводим вот так вот. Сейчас немножко подойдем вот так. Чтобы... Здесь мы могли занять такую позицию. Я не хочу сильно распыляться, чтобы... Не хочу спулить лишнего паков. Оп. Крики. Там кто-то есть. Летуны. О, выходит, крисолит. Отлично. Кто его видит? Только ты, да? Стреляй И снайпер, соответственно Хорош, на трешечку напопал Самое главное Снайпер видит Давай с повышенным критом по нему сразу же Хоп, есть Это минус первый пак Но это самый простой пак Сокол получает повышение Так, мирного слева одного вижу За стеной, так что Кажется, мы здесь не одни Я не собираюсь никуда идти Не, не собираюсь вообще никуда Мутоны Убивают здесь мирных Пси не забывая Да помню я про пси Надо было, конечно, того добиться с пси И надо докачать Так Перезарядка и овервочи Давайте, выходите, сволочь Опять летнули Справа еще Мутон Ладно Сейчас попробуем спулить Или Или пройти лучше налево И спасти первого мирного Вот, я, наверное, как сделаю Вон мирный стоит Это задача минимум будет Ну и выиграть потом, к сожалению Слышу Слышу Вот, выходят Бронированные мутоны Ой, в смысле Летуны Я только саппорта дернул Все промазали Только один попал На два хита Так, куда вы, сволочи Танк горящий Танк слева не горящий Не горящий сплошь Ох Так, там хорошо под ракетой Очень хорошо можно сделать Но гранаты будут идти сейчас Так, мы должны Три ракеты забубенить сюда Мы должны убить Кристалиды внутри Это раз Выбора нет Это раз Я понимаю, что я под гранаты стою 8-8 Минус Там трое осталось Летунов, да? Так, ну ты хорошо Этого стрельнешь Ты тоже стреляешь разок Это два Оооо Это не два Надо этих мочить Потому что правый У нас с фланга получается То есть мы его С хорошей вероятностью Так убьем Так, что у нас осталось Там Штурм Снайпер Хэвик И саппорт Хэвик гранаты не докинет В этом минус Псионик Ну псионик Не нравится мне это Псионик хэвик Он больше нанесет Ракеты, конечно же Подождите, у меня А у меня же две ракеты Две ракеты То есть здесь я снимаю А, у него усиленные ракеты Подождите, у этого же усиленные ракеты Нет, это у того были усиленные ракеты По 8 Так, этих двоих Надо будет по выстрелу сделать Один выживет По любасу выживет Еще нужно крисолиды как-то замочить И лучше в укрытие штурмом уйти В общем, таким образом, чтобы А тут вижны не будет Тогда вот так Если что, run and gun Да, штурм менее всего полезен Сможешь, сможешь Давай, убей Прошу тебя Один хит Охрененно Снайпер 57 Поэтому никак Поэтому 40 Снайпер не работает Это русская рулетка Ничего не сделать Надо валить Надо этими валить Вот так вот Чтобы оставался один Хэви, который стрелял Убивать при этом На отступлении крисолида Рассредотачиваться против гранат Что в один ход Я проблему не решаю Этот стреляет всего один раз Ракета пускает Даже если попадает Убивает только одного У того остается два хита Ладно, этот стреляет Допустим, да Убивает одного У того два хита Ты можешь С какой вероятностью 100% 6 урона Знаем мы эти 100% 60 Этого не будет в живых 85 Ты этого добиваешь С очень высокой вероятностью Можешь стрелять по этому С критом То есть ты либо одного Либо другого добиваешь После хэвика Ты остаешься Ты остаешься Ты не убьешься Свои пукалки С тебя больше проку С ракетой Но ракета еще одна Ничего не решит Пси не хватит И все Остается снайпер На заверке Средоточиться Для начала Это тадам Это тадам Но если на заверке То это отступать Это отступать Потому что Поворачиваться И стрелять Это Чревато гранатой А зверек-то Заваншотит Гранатой крисолида Можно Он не умрет 5 хитов Снимется Я могу Как-то попробовать Забайтить И отстрелить Крисолида Для начала Но у меня Хэвик Соответственно Вот это вот Начнет получать Но у него есть Резисты А вось Как-то выживет Но это мало Ну то есть Он выживет Но С нами Пистолет Возьми После гранаты Имеете ввиду У него обычный Пистолет Без бонуса В общем Даже Не факт Что 2 урона Нанесет Слаболумие Снижает точность Врага Слаболумие Снижает точность Врага То есть Я хэвиком Могу Отойти Сделать слаболумие Если конечно Вижен Не потеряя Пси плюс Граната Все равно Не хватает На все Не хватает Так А у первого Хэвика Двойной выстрел Двойной выстрел Даже не было Ладно Еще раз Последовательность Давайте Значит Саппорт С высокой вероятностью Стреляет Этого Он не убьет Потому что Нужно критануть Один к пяти Поэтому Должен снимать Хэвик С рокета Потому что Он в фулл укрытии Стоп-стоп-стоп Там танк же горит Этот же взорвется Следующим А Или он уже горит Вот этот Может умереть Сразу от одной ракеты Потому что Рядом с танком стоит Или там Да Да Он рядом С танком Постоит То есть Сюда заходит Ракета Ракета Редактор субтитров Редактор субтитров